Всем привет, мои хорошие, мои зайчатки! И сегодня я делаю обзор покупок. То, что я купила за эту чуть меньше недели. Меньше, конечно, дня 3-4, что ли, где-то я гуляла, отдыхала. Короче, начну с Диминых вещей. Купила я ему такие штанишки. Они довольно длинненькие, такие красивые. Но для дома я купила. Надо было все-таки взять, наверное, двое. Она делала большие скидки. Он стоил 180, но она, по-моему, за 150, что ли, продала. Мне почему-то кажется, что она меня все-таки обманула. Купила я пижаму. Ну, тут, конечно, женская пижама. Просто мужских уже не было для мальчиков. Поэтому я думаю, какая разница пижама же. Какая разница, какая она. Но все равно дома в ней будет спать. Такая вот пижамка. Тут, правда, резинка не очень, наверное. Не знаю, хотя, может, не особо ему будет мешать. 6 лет. Это, наверное, даже, может быть, и на 6 лет. Но я думаю, мы уже сейчас начнем ее носить. Потому что ребенок у меня спит без одеяла. И, то есть, в принципе, ему как бы не будет жарко, холодно там. Ну, короче, так вот. Вот. Такая она розовенькая. И тут где-то, кстати, я минус один заметила. А, нет, не в этой кофточке. Так, здесь вот кофточка. Тут штанишки. Ну да, они такие довольно большеватые. Надо сказать, штаны. Ну, ничего, ладно. У него уже есть несколько розовеньких. А вот я в этом вот заметила. Тут тоже штаны. Тоже пижамка. Чуть-чуть поменьше, кстати. Тоже штанишки такие. Смотрите. Они, кстати... Материал мне очень-очень понравился. Он такой мягенький, хороший. Вот то, что покупала свекровь, он какой-то материал. Ему жарко в нем. Он какой-то как будто ненастоящий. Вот еще. И все. То, что я смогла найти. А, еще я ему трусы, кстати, вчера купила. Точно. Вот. Сейчас вот так вот постелю. Тут, короче, купила. Уже дома увидела. Ну, конечно, я не понесу. Потому что нам нужна все-таки пижама. Смотрите. А, блин. Опять не на той стороне. Сейчас. Секунду. Камеру мне приходится самой держать. Держать мне некому. Я нахожусь до сих пор у мамы. Тут, кстати, его нет. Короче, смотрите. Ровненько положила. Обязательно, когда ребенка покупаете, проверяйте в следующий раз. Вот. Положила. Шов к шву. И что тут, смотрите, получается? Рукав. Смотрите, насколько он короткий. Ну, ладно, я понимаю. Ну, вот настолько был. Ну, настолько. Не настолько же. Господи. Вот она. Видите? Тут шов к шву. Ну, как так можно было пришить и сразу не увидеть, что это совершенно другой рукав. Вот это вот у меня вообще просто был, не знаю, шок, наверное. Настолько вопрос. Там что? Она шьет и у нее там лежат разные рукава, что ли? Ну, я так понимала. Мне почему-то казалось, что одни швеи шьют, допустим, большие размеры, другие там другие размеры. Ну, блин, как-то вообще не заметить даже этого. И уже делать ничего не стали. Поэтому со скидкой. Ну, остальные, кстати, все нормально у остальных. Я думала, теперь все такие. Ну, я ничего не буду делать. Наверное, оставлю мы его. Может быть, я его отрежу, скорее всего. Сама прострочу или оставим так. Интересно, сын заметит или нет. Ну, короче, так вот. Ладно. Потому что нам нужна пижама. И дешевле я просто нигде не нашла бы. А переплачивать тоже не очень хочется. Хочется, наоборот, сэкономить как-то. Купить подешевле, чтобы те деньги потратить, может быть, ребенку на игрушки какие-нибудь. Вот. Не хочется больше, знаете, игрушки ребенку купить. Что-нибудь. Ну, мы уже часть, конечно, немного докупила ребенку. Осталось нам еще штанишки, маечки вот купить. Ну, что-то я никак нигде не вижу подешевле. Так. И сейчас мы с вами перейдем. Я теперь буду мерить то, что купила я. Буду вам показывать, цены рассказывать. Короче, все. Там вот еще я сейчас сразу скажу. По-моему, я не показала сумка. Это была 650 рублей она стоила. Или показывала. Тут, короче, есть кармашек. Если вам, допустим, сдачу дали, и вы не знаете просто, куда ее пихнуть, раз вот в кармашек положили и все. Здесь камера, кстати, вот очень хорошо помещается. А телефон положить некуда. Когда я покупала, я думала про камеру, про телефон. Я вообще не думала. А сюда он у меня не помещается. То есть, блин, вот это неудобно. Он просто лежит вот так сверху. Я все время шла и боялась то, что он у меня поцарапается. Вот. И, кстати, когда еще идешь, вот эти замки. Он тоже вот этот закрытый. Звук такой имеет ощущение, как будто на поезде ездишь. Так. Чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Вот что-то такое вот. Ладно. Все. Теперь я вам покажу, что купила я себе. Всем привет. Снова я. Так. Это мой первый лук. Сейчас у нас, да, такая мода называть именно лук. Так. Как же мне? Ай, блин. Вот эта вот полоса прям вообще мне так мешает. У меня, короче, тут кроссовочки. Вот они какие. Модные, классные. Так. Кроссовки у меня стоили 2,650. Вот. Наконец-то у меня новые кроссовки. На самом деле я 5 или 6 лет проходила в кроссовках других. Вот у меня были спортмастеры. Ну, там обычные. Но у них подошва очень-очень мягкая. И путешествовать просто было классно. Вот. Теперь у меня другие есть. Ура. Я счастлива. Так. Начнем. Здесь у нас, значит, Gloria Jeans. Здесь это. Кофта. Маечка, вернее. Мы с вами ее, кстати, мерили. Вы ее уже видели. Вот. Ну, мне нравится. Тут разрез у нее хороший. Я еще мерила другую розовую. Она мне не понравилась, потому что разрез большой. Я не люблю, когда у меня чуть-чуть шею где-то так вот придавливает. Мне тошнит начинать. Не знаю почему. Вот. А эта вот классная. Она такая легенькая. Она, кстати, не облегающая. Прям такая классная. Так. Джинсики у меня на высокой посадке. Только вчера я увидела. Вернее, поняла всю прелесть высокой посадки. То, что сейчас все-таки не зря это стали делать. Высокая посадка. И, соответственно, становятся маечки более коротенькие. То есть, даже если она будет... Ну, не знаю. Тут у меня шов, конечно. Вот. Если она даже будет вот так вот чуть-чуть повыше, то живота будет не видно. И это будет смотреться довольно круто. Вот. Так необычно. Короче, вот такие вот джинсики. Так. По цене это, по-моему, 500 или поменьше. Не знаю. У меня вот где-то вот здесь, по-моему, есть этот. Где же она? Сейчас посмотрим. А, 499. 500, да. Эта кофточка 500 рублей стоила. Знаете, я только сейчас ее одеваю и чувствую, что она пахнет не очень хорошо. Именно такой вещью, которая в магазине очень-очень долго висит. Обычно в бутиках такое бывает. Я уже не первый раз замечаю, кстати. Ну, она такая прям очень легенькая такая. Все. Тут вот такие разрезы. Но лифчика не видно. Это, кстати, классно. Потому что что-то я мерила вчера другое. И я заметила то, что тут лифчик виден. Мне кажется, это не очень хорошо все-таки. Ой, господи. Ну, тут вот чуть-чуть, правда, видно. Ну, ладно. Так. Шорты. Конечно, я искала шорты на низкой посадке. Так. У меня там что-то лежит. Не замечайте. Вот. Но я нашла гладно. Они стоили 1300. Вот. Я хотела, прямо искала именно, чтобы были с дырками. С такими вот. Именно дырявые. Мне прям вот именно дырявые. Прям я не знаю, но мне просто это так нравится. Не знаю почему. Но, блин, я не могу. Мне нравится. Это что-то необычное. Вот. Они, кстати, довольно вот. То есть, вот тут еще у них небольшой разрез. Они мне даже, кажется, великоваты немножечко. Ну, сейчас я еще похудела немножко. И они немножко оттопыриваются. Сейчас живота у меня нет. За эти дни я очень много бегала, бегала, бегала. Я, конечно, похудела. Но это был, по-моему, самый большой размер. Я еще когда мерила, подумала, надо побольше найти. Но, нет. Это был самый большой. Я бы взяла, наверное, еще побольше. Потому что, мне кажется, если я чуть-чуть поправлюсь, я уже немножко не влезу в них. И я не люблю, когда мне вот тут вот на животе давит. Вот это я не люблю. Ну, они клево смотрятся. Такие хорошие. Вот. Я думала еще, если их спустить на талии, но мне уже талии не помещаются. Они все-таки тут вот уже. И также я думала, что, может быть, их отнести к швеи какой-нибудь. И она бы их перешила. Ну, я не знаю. Мне кажется, испортит, скорее всего, она их просто. И все. Потому что, мне кажется, перешивать здесь вообще очень сложно. Этому надо, как минимум, вот столько отрезать. И как-то вот это вот вверх перешить сюда. И тут еще будет полоса. А, ну да. Полоса, она так и так останется. Короче, не знаю. Ну, напишите мне в комментариях, можно их перешить или нет. Вот. Стоит вообще заморачиваться. Потому что джинсы мне очень понравились. Но, вот, если бы они были на низкой посадке, было бы вообще просто шикарно. Вот. Короче, это вот первый мой лук. Кроссовки прям вообще обалденные. Сейчас вам покажу. Хорошо видно. Вот они, кроссовки. То есть, сейчас вот как раз мода на такие. Они вот блестят. Мне кажется, они на солнышке будут блестеть вообще просто шикарно. И они, кстати, очень удобные. Вот видите они. То есть, другие вот я мерила, такого вот эффекта не было. Именно то, что во время ходьбы будет удобно. То есть, они были полностью прямые. А тут вот такие вот. Посередине вот, кстати, вот там дырочка у них. То есть, у некоторых такого нет. Я замечаю, у девчонки ходит вот такая тоже штучка есть. А то, видимо, вот сейчас на такие именно пошла мода. А, да-да-да. Как каблучок некий. Некий каблучок. Можно еще подальше. А, ну вот, подальше надо. Короче, так вот было. Вот. Еще я купила также другую обувку. Но я уже в ней на улицу выходила. И, честно говоря, девчонки просто прям смотрят. Они еще белоснежные. То есть, у них подошва прям белоснежная. Они прям новые. Сверху нежно-розовые. То есть, видно, что они новые, чистые. Ощущение, как будто я вышла из машины. Вот. И они прям просто... Девчонки идут. Особенно, которые выглядят... Ну, как бы... Выглядят так нормально. Но одеты так вот. Еще не успели купить новую одежду. Старые ботиночки там какие-нибудь. Там одежда какая-нибудь такая уже поношенная. Вот. И они так видят. Так, типа, блин, они новые. Как? Как она может ходить в новых? И они до сих пор не запачкались. Там. Ощущение, как будто... Да. Как будто я вышла из машины. Вот. Я думаю, как девушки ходят. Каждый раз новые, наверное, что ли, у них. Смотришь, в новых идет. Наверное, думаю, из машины вылезла. Что там, одела в машине. Вылезла, прошлась по магазину. Вернулась там, протерла. Тряпочкой положила. И все. И как будто каждый раз в новых ходишь. Ну, блин. Класс. Ну, они классные. Сейчас я... Да, давайте я сейчас вам покажу. Так. Вот они. То есть, блин, вот эти вот делаются буковки. Е, лови, лови. А, ну тут просто лови. Лови. Лови, лови. О, чуть-чуть увидите уже. А, ну вот запачкал на меня мужик. Валентий вчера наехал колесом коляски. Не коляски, а этой. Я почувствовала, что вроде наехали. Ну, так вроде смотрю, нормальные. Думаю, надо было скандал закатить. Вы что? У меня новые. Ну, тут видите, дырочки. Тут сразу, конечно, грязь забьется. Но они классные. Я искала как раз вот такие вот. Но мне не хотелось самые обыкновенные. Мне хотелось какой-то вот с изюминкой. И потом вот эти увидела. Они стоили, короче, полторы. Со скидкой. Без скидки три тысячи. Вот. Ну, за три тысячи, конечно, я бы и не взяла. А за полторы почему бы и нет. Кстати, немножко тяжеловатые. Тут, кстати, подошва. Немножечко. Прям по ноге. Ну, это для ноги. Господи, как это называется. Под ногу прям встала. То есть вот тут вот есть, как должна быть, ямочка. Вот я уже потом. Начало не замечала. А когда уже уставшая шла домой, я заметила. Видимо, она прогнулась чуть-чуть, как новая как раз. Вот, кстати, мамины стоят. Мама сказала, вот такие вот купи. Они классные. Но я не хотела прям именно такие. А вот что-нибудь такое вот с изюминкой какой-то. Ну и, конечно же, мои старые. Которые, кстати, куплены в магазине Кёде. И кроссовки, в которых я сейчас тоже они в Кёде. Вот они, кстати, белые. Их уже, наверное, одеваю раз в пятый. В прошлом году купила. Я мало носила в прошлом году. раза два из всего три дня. Уже чуть-чуть. Вот. Но у меня больше было удивление. Ходя вот. Особенно вот это вот. Капли. Была жара, стояла 35 градусов. И вот я себя воспрессила. Наташа, а откуда ты взяла капли? Откуда ты вообще взяла лужу, по которой лужи вообще не ходила? Странно вообще. Откуда они взялись? Вот. То есть, в принципе, если тряпочки, конечно, протереть. Но они, конечно, такие белоснежные потом не будут. Но вот эти, кстати, очень-очень удобные. Вообще прям очень классные. Это у нас Марио Ричи. Вот. Марио Ричи. Это у нас. Вот. Они очень удобные. Но единственное, не хватает мне здесь вот. Именно вот с этой стороны маленького бугорка. Вот именно по ноге. Как-то это должно быть. Они полностью прямые. Да, они полностью прямые. Вот. И немножко из-за этого нога у меня устает. То, что какая-то подушечка туда нужна. Вот. Я думала, ну, следку я не знаю. Может, следку надо было, наверное. Ну, летом жарко следки. Вот. Но они вот прям реально, они настолько удобные. Они просто классные. Вот это вот мои старые. Но они, конечно, здесь уже грязные. Я думала, они у меня чистые. Взяла с собой. Они, оказывается, грязные. У них прям подошвы вот просто вот резиновые. Это еще куплены 10 лет назад даже больше. Лет 15, наверное, уже. Они вот, смотрите, вообще в идеальном состоянии практически. Единственное, по-моему, у меня... А, нет, не здесь. Вот здесь вот я заметила. Круглюшок оторвался. То есть тут есть, тут, видите, нету. И один раз я уже их дырявила где-то. Вот. Но они классные. Конечно, помыть надо было. Я не знала, что они у меня грязные. Но они просто клевые. Они просто. Вот в них ходить. Вот именно вот резиновые вот эти вот. Сейчас продают какие-то там непонятно какие. Вот резиновые прям классные. Ладно, не буду затягивать. Сейчас покажу вам следующий свой лук. Так. Это мой второй лук. Опять же, конечно, с этими шортами. Но здесь другая кофточка. Ну, смотрите, вот весь плюс. Высокой посадки. То есть высокая посадка. И, соответственно, кофта смотрится классно. То есть если бы была низкая, она бы была, наверное, где-то вот тут заканчивались бы шорты. То есть вот майка. Хотя... Ну, нет. Мне кажется, было бы что-то видно. И хотелось бы все время майку эту натянуть. А так, в принципе, вот она классно. Здесь написано Париж. Такая она прям клевая. Так у нее... Она тоже стоила где-то 1300. Все вместе я Glory jeans отдала 3000, я помню. 3000 с чем-то, что ли. Вот. И, а, что мне понравилось? Мне понравился капюшон. Блин, в последнее время, я не знаю почему, но мне нравятся огромные капюшоны, которые вот на голову вот цепляешь, а он там сзади как будто бы лежит. Как будто он такой вот огромный. Не знаю, я хочу какую-то... Такую кофту с большим прям таким капюшоном. Вот смотришь, мальчишки ходят. У них такие огромные там капюшоны. Я хочу точно такой же. У тебя, кстати, еще видела джинсовку тоже с капюшоном. Но он был не пришит туда капюшон, а на пуговичках. Из-за этого я почему-то не взяла. Хотя вот сейчас думаю, что зря. Так, как это смотрится. Сейчас посмотрим. Вот, примерно, да. Примерно это вот так вот идешь. Такая все. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Мне так интересно посмотреть, что там получается у меня. Ну нет, капюшон, конечно, здесь не настолько большой. Мне кажется, он даже в роликах, как смотришь, прям бывают большие. Мне понравилась, короче, с капюшоном. Прям вообще, ну, какая-то такая кофточка. Какая-то молодежная. Такая моднячая. Такая прям вообще просто классная. Просто шикарная. И с этими джинс-шортом, вернее, высокой посадкой, она прям вообще просто. Вот смотрите, лук получается. Особенно еще с этими модными кроссовками. Вообще получается просто шикарно. Мне кажется, вообще классная. Вот. Такая вот. А, еще да, кстати, рукава. У нее короткие рукава. И мне кажется, это ее особенность. Это ее какая-то изюминка. Ну, естественно, я ее одела, кстати, на голое тело. Она, типа, как маечка. Поэтому я не стала ничего под нее поддевать. Ну, она считается маечкой. Я думаю, что под нее ничего не надо поддевать. Но, я думаю, наверное, если одеть шорты с низкой посадкой, если бы она еще была одета вот такая вот, то под нее можно какую-то белую маечку одеть. Ну, не знаю. Мне кажется, что так можно. Вот. Вот. Короче, классно. Конечно, было бы лучше, если бы меня кто-нибудь поснимал. Не я сама себе перед зеркалом. У нас тут почти вообще места просто нету. Вот. Было бы, конечно, здорово на улице, как это обычно бывает. Кстати, капюшон мне нравится, как он лежит. Раньше почему-то, я помню, мы еще были подростками, мы всегда капюшон, наоборот, вот так вот носили. Он был, закрывал вот так вот все. То есть, была вот такая вот мода. Я думаю, блин, ну почему вы не догадывались одеть вот так капюшон? Чтобы и волосы тут были видны, и капюшон, и сзади вот так красиво. Может быть, тогда были другие капюшоны, мне кажется. Потому что у меня одежды вот с подросткового возраста вообще не осталось. У меня была, кстати, куртка. Вот я ее часто вспоминаю, но, по-моему, мама ее выкинула. Она такая коротенькая была на молнии, черная, просто рукава черная. Ну, такая тряпочная. А сзади у нее был сделан череп из, как же они называются? Не бисер, а стразы, стразы. Стразовый такой череп. Вообще, прям вот просто она классная. Я помню, девчонки вообще прям умирали, хотели такую. Они прям, а, Наташа, где ты ее купила? Я говорю, на караване. Ну, она еще, она коротенькая еще, по-моему, кстати, была. Такая, может, вот до сюда. Ну, прям вообще просто клевая. Ну, рукава у нее, конечно, не очень. Они были просто прямые рукава. Ну, как-то так это смотрелось. Но она прям мне очень нравилась, я постоянно. А и карманы у нее, да, были. Она была прям классная. Так, теперь, значит, с рюкзаком. Вы знаете то, что я купила. Рюкзак наконец-то. Так, вот он наш рюкзак. Давайте я его вот здесь покажу. У него у нас получился практически целый обзор. На этот рюкзак отдельный. Хотела заснять просто свое купленное счастье. Но получилось так, что засняла обзор. Так, давайте вот с этого ракурса. Вот. Он очень удобный. Из-за того, что он широй, то есть, ну, прямоугольный, большой. Он хорошо открывается и сразу все видно. Множество карманов. Блин, он настолько удобный. Он настолько удобный. Блин, я даже не знала, что они настолько удобные. Не знаю, это, наверное, самый классный рюкзак, какой у меня только был и какой я только видела. Я много рюкзаков присмотрела, чтобы было внутри много карманов. Но вот этот вот вообще он просто шикарный. Если вы любите много карманов, то вот такой покупайте. Сейчас их уже практически нигде нету. Я нашла его в планете одежды. Вот. Не хотела туда идти. Но зашла, думаю, ладно. И он стоял. Не последний, конечно, там были другие цвета. Такие же серые, там какие-то вот такие. Тона фиолетовый, там темный какой-то. А я хотела именно какой-то розовый или коралловый. Вот он как раз такой вот и есть. Давайте сейчас посмотрим вместе с ним. Что там у нас будет получится. Ну вот, смотрите. Смотрите в капюшоне и с этим розачком. И вообще, мне кажется, такой лук просто шикарный получился. Просто лук до слез. Что всем просто захочется такой же вот. Капюшон. Так, капюшон. Вот, я не знаю, надо было, мне кажется, вчера джинсовку, наверное, купить с капюшоном. Она стоила где-то около 1000 рублей, по-моему, или 1200, что ли. Всего лишь. Ну, я не знаю, нужна ли мне вообще джинсовка. У меня дома есть джинсовый плащ вот такой вот длинный. Но я его вообще не ношу. Мне кажется, его может проще... Точно. Ну, не идея. Я его просто обрежу. Я хотела сделать сзади вот такие же вот дырочки на нём. И всё. Думаю, сделаю спинку дырявую. И будет супер. А вот точно я его обрежу. И можно сделать внизу дырочками вот этими. Вот и будет шикарно. Вот. Но он ещё с рукавами. А, он ещё с карманами. Ну, посмотрим. Ладно. Мне кажется, и ножки, кстати, у меня прям такие классные. В этих шортиках. Не знаю. Короче, пишите свои комментарии. А сколько у меня там времени-то? А, ну, короче, ролик получится очень длинный, видимо. Так. Это у нас второй лук. Теперь я пойду за третьим луком. Он, конечно... Хотя нет, он тоже, кстати, классный. Возможно, он тоже классный. Так что ждите. Забыла ещё по поводу сумки. Её, кстати, очень классно носить вот так вот. Вот у неё ручки прямо тут очень клёвые. Они жёсткие, правда, конечно. Вот. Вчера, кстати, в ней очень много утащила. Она у меня была очень тяжёлая. Или, смотрите, вот так ещё. Ну, как обычно. Помните, раньше мы носили сумки только вот на локте? Ну, чуть-чуть. У меня туда ещё не помещается она. Надо похудеть ещё немножко. Ну, мне кажется, вот так она выглядит. Блин, как же заснять-то. Полностью лук. Выглядит просто шикарно, мне кажется. Даже можно так. Но если она лёгкая, например, у вас. То есть, в ней более ничего такого нет. Всё. Пошла я за третьим луком. И сейчас уже через секунду вы увидите. Так. Следующий мой лук. Майку я ставила эту. Мне кажется, они немножечко подходят. Но тут уже посадка низкая. Но, в принципе, я думаю, кстати, можно, наверное, и потянуть повыше. Ну, ладно. Я уже спустила. Такие они очень приятные на ощупь. Тёмно-зелёного цвета. Я искала, в принципе, такие. Но, единственное, мне немножечко неприятные вот эти вот линии. Они внутри меня задевали. Ну, когда я мерила, кстати, задевали. Сейчас. Ну, да. Тоже немножко. Или здесь вот посередине. Короче, я не знаю. Я чувствую некомфорт. Но они были с большой скидкой. Они были всего лишь за 500 рублей, по-моему. Вот. Я решила взять. Вот так вот выйти. Иногда они как не хлопок, а, господи, как Женя. Лён, по-моему. По-моему, вроде бы. Может, и нет, кстати. Вот. У них есть кармашки. Но они такие полупрозрачные. У меня были когда-то подростками. Я была. У меня были штанишки из льна. Ну, там прям чистые лёны. Они были. Они ещё, кстати, у меня есть. Они прям шикарные. Я много-много-много лет у них проходила. Они вот тут вот были с такими верёвками. Явными такие прям верёвки. Не канат, но поменьше, конечно, каната. Вот. И карманы, и внизу они такие светлые. Светлый какой-то там молочный такой. Нет, не молочный. Более белый, наверное, как вот тут. Вы видите вот цвет. Вот примерно такой вот. То есть не белый, но какой-то вот такой вот цвет был. Они просто шикарные. Вот эти немножко, мне кажется, что при ходьбе они мне как-то некомфортно. Ну, я не знаю. Ладно. Может быть, их нужно постирать или норить там, или в чём-нибудь. Помочить немножечко. Ладно. Так. У них посадка занижена. Есть такая штучка. Она регулирует. Вот. Здесь какая-то. Ну, какая-то вот эта вот, кстати, она мне не мешает. Кармашек. Вот. И, конечно же, их... Знаете, вот честно говоря, никогда бы не подумала, что я так буду делать. Мне всегда казалось, что там ноги не должны быть голые, что это очень холодно. Но в жару в 35 или в 30 или даже в 25 или 20. Я бы это с удовольствием сделала. Блин, мне кажется, это так классно смотрится. Даже можно чуточку вот так вот повыше сделать. Хотя, может быть, и так нормально. Сверху просто кажется. Мне кажется, это вообще прям так классно выглядит. Так, суперски. С этими новыми кроссовками. Такие вот штанишки. Вот. Мальчик, конечно же, я скупила всего лишь две штуки. Я что-то про них вспомнила уже в самый последний момент о том, что мне надо. О том, что мне нужны мальчики для создания новых роликов. Они мне нужны, оказывается. Вот. И уже там в последний момент я уже была планета одежды и обуви вчера. Что-то я там купила, я уже не помню. А что же я купила? А, шорты. Да, у меня еще одни же шорты есть. Вот. Шортики я там купила. Там куча просто одежды. Просто уйма. Я думала, я там подберу 100% мальчику. Но нет, я никакую не нашла. Вот. А какую лишь бы просто так покупать, чтобы потратить деньги. А вось понадобится, я не стала покупать. Я знаю, что я не буду потом носить. Кстати, немножко жарко вот в этой становится. Вот. Ну, короче, не знаю. Мне кажется, вот этот вот стиль немножечко не подходит. Ну, конечно, если бы вот эти были вот такого же вот примерно цвета, было бы просто шикарно. Я думаю, такую кофточку можно одевать на погоду 25. Где-то 20, наверное, 25, ближе к 30. А, когда ветер холодный. Во! Вот. Ну, в принципе, даже с пониженной, кстати, посадкой штанов, они смотрятся, в принципе, нормально. Тут у меня нормальный животик. Не такой страшный, не обвисший там, как бывает. В принципе, так вот нормально. Ну, и пупочек немножко. Тут, конечно, у меня уже шов. Тут у меня уже грыжа была пупочная. Операцию делала в детстве. Так, что тут? А, тут ценник. Вот. Ну, а сама хозяйка, у нее последние остались. И она продала за 500 рублей мне их. Ну, я подумала, ладно. Хотя немножко сейчас, честно говоря, думаю, зря, наверное, взяла их. Можно, конечно, отнести, но мне уже просто лень нести их. Я думаю, наверное, пригодятся. Вот так вот просто, допустим, жара или что-нибудь там быстренько выскочить в магазин, пройтись там прогуляться с ребенком. Можно одеть, и ты выглядишь уже шикарно. Уже выглядишь классно. Так. Это у нас какой был там? Я уже сбилась со счета. Это был третий лук, по-моему, да? И у нас с вами остается четвертый лук. Давайте к четвертому перейдем. Там уже у меня тоже только низ. Посмотрим, что же я там купила. И новый лук. Какой он? Четвертый, пятый. Я сбилась со счета. Одела я уже вот эту вот маечку. Она полегче немножко. Не знаю, подходит она к моему низу или нет. Напишите в комментариях. И что можно, какую вообще одеть сюда вот наверх. Я думаю, что может подходит по цвету хотя бы. Так. И здесь у нас юбка. Мне очень понравилась юбка. Честно говоря, мне иногда они очень-очень нравятся. И выручают, допустим, погода как бы жаркая, но не жаркая. Вроде тепло и холодный. Допустим, холодный ветер. То есть, такая юбка спасает. Или, например, эту юбку берешь с собой, идешь на набережную. Да, и в шортах. И знаешь, что на набережной будешь гулять очень-очень долго. Допустим, допоздна. Как раньше было у нас с Женькой. Сейчас, конечно, не так бывает. Редко уже. Вот. И берешь с собой такую сумку. Ой, господи, сумку. Юбку. Потом ее в итоге там одеваешь. И все. То есть, тебе тепло. Вот. Она очень классно сделана. Она, смотрите. Так, давайте, наверное, там через камеру вам. Через зеркало, вернее, покажу. То есть, здесь вот один, как материал. Тут вот она потоньше. Как типа хлопа, господи. Лен, как будто бы. Здесь вот тоже. Вот уже другая. Так. Тут вот еще вот следующая. То есть, получается, тут лен. И тут она вот заканчивает. Ну, я одела кроссовки. Она, кстати, вообще прям в пол. Прям конкретно в пол. Видимо, все-таки нарост побольше. Но я люблю, честно говоря, в пол. Может быть, мне кажется, чуть-чуть ее бы вот так вот сделать. Или, а, да, я же там ее еще мерила. Ее можно подвернуть, в принципе, если у меня будет маечка здесь пониже немножечко. Вот. Ну, либо можно в пол. Ее, конечно, я буду зацеплять. Блин. Так. Вот она прям такая классная. Мне прям она просто понравилась. Но я сомневалась, конечно, брать, не брать. Потому что, в принципе, у меня юбки есть. У меня уже три, по-моему, юбки. То есть, одну я еще покупала в прошлом году. Но она мне не понравилась. Потому что она была вот так вот, как бы... Где, господи? Вот так прошита. И вот эти швы были внутренние. Я ногами их задевала. Это было очень неприятно. Когда я ее мерила, конечно, я об этом не задумалась. Вот. Но она была куплена что-то очень дешево-дешево-дешево. Поэтому как-то это было нормально. Вот. Но я не хочу ее носить. Она мне, короче, не нравится. Вообще никак не нравится. Вот. Скорее всего, не знаю. Нужно будет, короче, опять мне разобрать мои вещи. И какие-то вещи избавиться, продать или отдать, скорее всего. Потому что продавать это очень долго. И, честно говоря, я уже просто замучилась продавать. Вот. Это... Не знаю. Это очень долго. В итоге получается, что эти все вещи любят себя в шкафу. В шкафу. Просто они лежат, 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 лежат. И все. То есть, блин, мне это надоело, честно. Уже они занимают место. Они место проще отдать. Вот. Ну, конечно, хочется подзаработать еще с этих вещей. Так. Ну, мне кажется, эта майка вообще сюда никак не катит. Она мне даже тут, мне кажется, толстит немножко. Плюс еще юбка. Здесь, мне кажется, моя серенькая подойдет. Облегающая или вот что-то такое подобное. И вот это вот. Кстати, вот сегодня ветер. Можно было бы, кстати, вот так вот пойти. Вот. Купила я эту юбку за 700. Она хотела мне ее продать за 800. Но я уже много лет ищу юбку, чтобы она сзади была. То есть, длинная юбка. А спереди чуть выше колен. И чтобы сзади было нашито еще какой-нибудь не тюля, а вот такая вот прозрачная какая-то ткань. Кстати, я купила такую ткань уже. У меня есть что-то подобие юбки. Но надо, кстати… Блин! Надо было купить. Она же у меня, по-моему, синяя. Можно было какую-то синюю. Где-то, кстати, видела в каком-то магазине синюю юбку. Можно было купить синюю юбку просто. Обрезать ее, чтобы не заморачиваться. И все. Я бы сделала себе такую юбку. Вот. И с условием она сказала, если вы будете обрезать. Там еще подкладка, кстати. Если вы будете ее обрезать, тогда я вам отдам за 700. Я такая сказала, ну хорошо. Я думаю, конечно, я ее возьму за 700 тогда. Ну что я ей скажу? Ой, вы знаете, я не буду ее обрезать. Давайте лучше за 800. Конечно, с радостью. Вот. Ну я не знаю, сколько она стоила. Она осталась тоже, кстати, последняя. Но она клевая. Видно, что она, кстати, такая довольно дорогая. Хорошая. То есть не те юбки, которые у меня были изначально. Что-нибудь я хочу, чтобы это поближе заснять. Не получается у меня никогда сейчас. Вот так. О! Наверное, вот так сейчас получится. О! Точно, смотрите. Ну там вот прям подъюбник есть. Вот он подъюбник. Но он всегда есть. Он тоже, смотрите, коралловый такой. Сейчас мы его с вами подцепим. Вот. Это примерно будет вот так. Я надеюсь, что вам видно. По-моему, мне кажется, там видно. Так, мой дверь зато. Ой. Вам, я думаю, там уже все видно. Ну, с этими кроссовками, я не знаю, смотрится или нет вообще. А, вот. Надеюсь, что теперь вам видно. С этими кроссовками, может быть, кстати, не так смотрится. Юбка как-то с кроссовками. Но вот, кстати, с теми сандалиями, которые были черненькие, она смотрелась просто великолепно. То есть край юбки. И вот эти вот чуть-чуть видна подошва тех сандалий, пасоножек. Такие, наверное, подошвы необычные. То есть вообще прям было классно. Допустим, сейчас вот холодно, мне кажется, можно идти в такой юбке запросто. И часто очень бывает. То есть я иду, могу идти по улице, мне становится просто жарко. Я могу просто эту юбку вот так вот чуть-чуть приподнять. У меня бывает такое, это нормально. Я думаю, просто там нереально становится жарко. Чуть-чуть ее там приподнять, идти какое-то время так вот, а потом ее просто отпускать. То есть я могу вот так, я себя ловила на этом немножечко. Ну, мне, кстати, нравится это вот так вот. Ну, тут, конечно, все собрато. А там, кстати, женщина сказала, что можно даже не подшивая, не отрезать ничего, а просто... Нет, кстати, не сделаешь, наверное. Особо сложно это все с этим будет. Просто, допустим, булавочками приделать. Хотя, мне кажется, можно тут что-то придумать такое. Вот тут вот сложить прям аккуратненько так вот гармошечкой. Что-нибудь на каких-нибудь завязочках, да, вот так вот. То есть ты вышел, допустим, идешь по улице жарко, да, идешь по улице вот так, а потом к вечеру стало холодно, и какие-нибудь там прищепочки... А, прищепки, точно! Так вот отпускаешь, и все, у тебя полноценная юбка. Да, я думаю, можно, наверное. Что-то будет необычное, что-то свое. Причем я очень, кстати, люблю менять что-то, какие-то вещи и переделывать по-своему. Это очень, кстати, завораживает, это интересно. Вот. Ну, она прям очень такая классная. Мне нравится она. Завеска тут, конечно же, ни о чем. Это просто чисто для красоты. Тут даже вот видно. Ну, или можно, допустим, ее поднять повыше. Тогда уже становятся видны кроссовки. Так, где там у меня кроссовки? Не знаю, надеюсь, вам видно. Видны уже кроссовочки. Становятся. Но я не люблю, когда у меня здесь высоко. Вот. Можно немножечко, мне кажется, может быть... А, я вот, по-моему, выворачивала ее. Вот так вот, чтобы она была... Вот, и все, кроссовки, да, кстати, уже видны. Вот они, видите, уже видны. Кроссовочки. И это красиво. Можно где-то немножко приподнять. Сейчас пойдемте туда в зеркало посмотрим. Немножечко где-то вот чуть-чуть приподнять. Мне кажется, это очень красиво, когда она как шторена какая-то. Вот так выглядит. Вот. Потом опустить. Да, я думаю, можно что-то придумать с ними. Или повыше просто поднять. Нет, вот начинает все у меня сразу. Вот тут начинает все мешать. Все трется. Ну, классно. Она прям такая. Я вообще, кстати, мечтаю о юбке солнышка. Я очень прям долго о ней мечтаю. Но я ее не видела. Тут она довольно вот. И еще, кстати, женщина сказала, что запросто можно ее просто обрезать вот так вот. То есть, здесь ничего не расплетется. Хотя я, честно говоря, боюсь. Вот потому, что такая вот она как связанная вязка как будто. Мне кажется, она просто расползется у меня. Вот. А вот на каких-то там прищепочках приделать, мне кажется, вполне можно. Вот. И еще, кстати, мне кажется, что эта юбка подходит как раз под ту нежно-розовую кофточку с капюшоном. Мне кажется, они подходят. Хотя она, конечно, повыше немножечко. Так. И еще один лук. Остались еще одни шорты. Сейчас я вам их покажу. И у нас последний лучок. С вами лук. Вот такие вот шорты. Это, наконец-то, я нашла шорты на низкой посадке. Это было сделать очень сложно. Это было просто нереально. Все в основном на высокой посадке. Тут я нашла. Стоили они 500 рублей. Здесь вот немножко есть дырочки. Но мне не нравится цвет. Я хотела посветлее, наверное, как вот те шортики. Не знаю. Я вот думаю, может быть, как-то вот как варенка раньше были. Может быть, их сварить или что-то. Мама говорит, ты просто испортишь. Вот. Ну, и я хочу, конечно, дырки. То есть, в принципе, вот здесь вот они просто прошиты. Я хочу, короче, вот это вот досюда, просто до уголочка, наверное, вот это все отрезать. И вот такими вот штучками сделать. Чуть-чуть их помахрить. Вот. Хочу. Ну, наверное, так и сделаем. И также с другой стороны здесь вот они. Так вот сделаны. То есть, чтобы не трогать вот этот вот шов. Мне кажется, если я шов до шва прям дойду, они просто потом при стирке расползутся. Хотя они и так при стирке, наверное, расползутся. Вот. И с этой стороны тоже сделаю точно так же они. Вообще с этой стороны прям можно много таких. Вот эта, кстати, штука вообще неудобная. Потому что вот что-нибудь надо в карман залезть и вот оно попадаешь в эту. Блин, это неудобно. Это минус, наверное. Мне кажется, даже маловато как будто. Вот. Ну. Не знаю. Короче, такие вот. Нашла. Ну, решила, конечно же, их сразу брать. Думаю, что же у меня вообще на замену ничего почти нету. Вот там с высокой посадкой. Но я думаю, если я с высокой посадкой немножечко потолстею еще, то они могут на меня не влезть. Вот. Потому что сейчас у меня как раз живота уже нету. Потому что я тут несколько дней просто в бегах по магазинам. И, конечно же, я кушала только на ужин. И, соответственно, я похудела. Я сбросила. Я это заметила. Как и обещала, рассматриваем юбку. Так. Начнем с самого верха. Вот видите, тут прям такая очень, кстати, качественная и красивая такая вязочка. Потом идет вот как будто бы лен какой-то. Оно прям вообще на ощупь очень-очень приятное. Вот такая. Потом идет вот такая. Мне кажется, если ее отрезать, она может поползти. Ну, где-нибудь точно поползется. Или по крайней мере около швов. Вот тут. Здесь идет вон какая. Кстати, очень красивая. Такая. Потом такая идет. Опять точно такая же, как типа Леон. Как была вон там. То есть через два. Тут такая же. И заканчивает все это очень красиво такой штучкой. Вот. Она мне слишком длинная. Но и обрезать вот это я не хочу. Она возле кроссовок. Она смотрится просто великолепно. Вот эти вот уголочки. Вот это вот такая. Блин. Вот опять забыла, как это слово называется. Не помню, короче, как оно называется. Забыла. Вот забываю периодически разные слова. Нужные. Вот. Такая, смотрите, прям она очень красивая. Так. Здесь у нас написано просто орхидея. Просто там. Ну, обычно, блин, не знаю даже, зачем ее приделывают. Вот. Она, кстати, на булавочке. Это хорошо. А, на булавочке и веревочке, что ли. Непонятно. Я, короче, не знаю. Так. Шорты. Ну, блин, вы видите, какие они просто огромные. Просто для большой-большой попы. Блин, их просто видно. Вот моя рука и, блин, они просто огромные. Я их уже начала отмерять, честно говоря, вот так вот. Вот. Раз. Два. И здесь вот где-то остается сантиметра два. То есть вот. Здесь написано сорок шестой на рост сто семьдесят. У меня сто шестьдесят пять. Где-то даже. Ну, блин, они клевые. Мне понравился очень вот этот вот материал. Ну, как бы даже не материал, а цвет. Тут где-то вот темно-синий, где-то светлая, голубенькая. Дырочки прям вот эти вообще мне. Мне, честно говоря, хотелось более прям дырки побольше. Вот эти даже разрезы. Особенно, когда сидишь. Ножку видно прям очень красиво. Не знаю, мне кажется, мужчины будут прям соблазняться. В принципе, вот я нарядилась, по улице шла. На меня и так, в принципе, мужчины обращали внимание. Вот. Ну, красиво одеты. Такая все. И девушки, и женщины там тоже. Вот. А если еще из таких вот. Ну, как бы да, без внимания не останешься. Вот. Красивые вот эти. Мне очень нравится. На караване я видела шорты. Прям вот тут вот прям вот были дырки, висели. Но мне не понравился цвет. Он был цвет какой-то темно-серый. Какие-то даже. Не черный, но серый. Темно-серый. Мне понравился он какой-то, не знаю, не мое, не то. Если бы они были вот точно такие же, может быть, кстати, сейчас я пошла бы их и взяла. И плюс там женщина, продавщица, она вообще какая-то была очень-очень странная. Постоянно куда-то убегала. Говорит, ой, там мужчина опять зашел, надо пойти посмотреть. И убегает. А там от нее вход, ну, ряды-ряды, и вход очень-очень далеко. И она говорит, посмотри, ладно. А эта соседняя продавщица стоит рядом. Аж прям глаза закатывает. Так и вот опять она побежала. Да что ж такое. Какой мужчина зашел. Что-то ей там в голову пришло. Там бам. Мужчина зашел. Надо посмотреть. И она побежала. Кто там, куда там зашел. Причем не видно входа. То есть ей не видно. Далеко он находится. Много рядов. Короче, не знаю. Что-то вообще очень-очень странно. И с ней я пыталась заговорить. Что-то ей сказала. И она прям так хамовато на меня начала отвечать. И я думаю, господи, думаю, наверное, она не в себе. Побегу я отсюда нафиг лучше. Думаю, от греха подальше. Но я ей что-то и ответила. Тоже я сейчас уже не помню. Так, ну ладно. Не в этом суть. Вот очень прям классные дырки. Я, в принципе, знаю, как они их делают. Но клево. Ну, конечно, такие шорты я стираю в стиральной машинке. Навряд ли, наверное, буду с такими дырками. Иначе дырки станут еще больше. Наверное, скорее всего, их только в тазике. Вот. Ну, как всегда, вот тут кармашек. Кстати, не знаю для чего. Но с этим кармашком просто уже классно. Видела, кстати, замес такого кармашка в виде вот такого вот штучки. Именно вот на боку несколько. Два раза, по-моему, я видела такие шорты. Так, здесь у нас дырочка вот одна внизу. Одна вот тут вот. Ну, в принципе, ладно. А тут, видите, какой. То есть, изначально, видимо, шорты были такого цвета. А потом что-то с ними сделали такое. Интересно, что с ними сделали и что они стали такие. Так, ну, конечно, вот эта вот кожаная штучка. Кстати, она что-то очень маленькая. Мне кажется, на джинсах у меня больше она была. Ну, конечно, видно здесь, что посадка просто огромная. То есть, я свою посадку отмеряла вот так вот. И тут, вот видите, еще сколько остается. То есть, вот если вот ее переделывать их, то это нужно... А, ну, если вот их переделывать, да. Это придется вот эту вот часть переносить как-то сюда. Вот так обрезать. Короче, это все очень сложно, но я не знаю. Короче, напишите в комментариях. Ладно, сегодня заканчиваю. Сегодня я сейчас еще пойду гулять. Записывала вам обзор. Немножечко утомилась. Начинается опять жара с утра. У нас было прям уже очень холодно. Прямо такое-то 27, по-моему, вроде обещали. Но у меня в телефоне написано 30, что-то с чем-то там градусов. Не знаю, там ветер какой-то. Не знаю, короче, что я сейчас одену. Но по-любому что-то одену и пойду гулять. Не знаю, куда я сегодня пойду. Уже столько магазинов обошла. Но куда-нибудь наверняка пойду. Все. Всем пока-пока. С вами был канал Artmania. Смотрите, куда я пошла уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok